хорошо не знать ни одной новости про твич а что-то кстати вот на твиче? смайлики? я даже не знаю да, а что на твиче вообще происходит? смайлики анонимные анонимные? классные смайлики, анонимные ой, анимированные я плохо к этому отношусь что? почему? короче, да, смайлики анимированные смайлики твич скоро будет выкатывать Арин, почему ты плохо относишься? ну, потому что у меня отключен BetterTT TV и я поэтому почему я отключен? почему у тебя отключен BetterTT? ну, потому что я так плохо вижу чатик я люблю читать все сообщения все вещи понятно, самореклама пошла вот, и эти смайлики меня отвлекают поэтому, если еще будут анимированные мне кажется, у меня вообще крыша поедет мне кажется, так мозг еще больше напрягается и минус глаза вам так не кажется? у меня есть положение знаешь, это как фейссит и ксго взять типа, на фейссите 128 мути крейт все классно а в кс-е его до сих пор нету также с твичом на BetterTV есть куча анимированных смайликов на твиче его нет и они такие да, давай, занесем но прикол в том, ты же не можешь прорисовать каждый смайлик и анимировать там же определенная анимация есть типа, шейк драв бэк лэф вот это это дефолтное ты можешь уже готово из классной анимации загрузить свои собственные нарисованные да, они же очень круче будут выглядеть так они же у BetterTV появятся каким образом? да эти всякие крутые анимации ну, то есть ты не знаю, честно вот в BetterTV смайлики намного круче даже обычных смайликов которые есть Лег, забатише сделать, ребят? я думаю, что когда добавят ну, если там добавили анимацию то на BetterTV анимационных смайликах ну, анимация на смайликах будет намного круче чем даже на обычных двоих каналов то есть, мне кажется, что достаточно BetterTV мне наоборот классно то что сейчас в русских на русских каналах очень много часто юзают BetterTV смайли да, потому что там офигенные потому что на зарубежном к зарубежным стримерам ты заходишь и там просто чат в одних эмоциях то есть в смайликах а у нас обычно просто в чате пишет ахаха или там не знаю просто словами что-то отвечает на зарубежке там обычно все с малыми просто пишет меня тише можно приглушила ребят когда вам нужно ну когда вы испытываете когда вам смешно как вы это выразить и в чате никто не заменит текек в просто и все как вы это скромный типа знаешь как гигалула мегалула что это самое лучшее офигенно и смайлика ломался мне кажется там смайла пошли мяч от сломался у меня в смайл меня с маликами вообще в чате не пользуются мне как будто типы я набрать хочу чтобы с маленьком больше пользовались да я тоже всегда призываю я выражать эмоцию смеха ахаха выражен выражает лучше всего лучше любого смайлика другие эмоции текстом не вывели не вывезти просто скобочку дает это грустно как смысл жизни грустная скобка она олицетворяет вот жабка с зонтиком под дождем вот это в принципе смайлики это прикольно они много что вы могут выразить эмоции какие-то не знаю я согласен но я помню еще короче такой есть тип исполнитель дк называется не помню как его полное имя вы его знаете все да да не кашет и он был у кого-то на стриме покажите с вами на ютубе и он говорил типа бля смотрите как на твиче охуенно там типа все юзай смайлики а мы сейчас на ютубе тут вообще никто не юзай смайлики хотят их так много пиздец юзайте смайлики и она еще оттуда ну это было года три назад он это говорил типа дичь от ютуба отличается чем потому что на твиче все юзай смайлы они выражают свои эмоции смайлами это как выражать свои эмоции другими жестами не только словами там мимика и так далее она на ютубе все только пишут мы превращаемся в youtube что ли надо больше смайлов долой текст только смайлы все сообщения должны быть только смайлами ну чтоб мы их только понимали конечно это чрезмерное прощение все-таки от букв не стоит отказываться я просто уже агитацию какую-то просто вопрос а смайликах которые будут анимированы ваши смолики могут быть анимированы это очень круто красиво будет выглядеть этому на вашем канале и не основная фишка ребят мне кажется в том что теперь на мобилах тоже будут видны двигающиеся смайлики а у нас 30 из телефона смотришь там просто буквы рандомно какие-то и эти люди не понимают что происходит да кстати у меня была такая же самая тема я был у гостях у гексогена на стриме и они писали злой раз его stories да я снимаю там оси жулик да меня оскорблены то вы заебали меня оскорблять говорю я я не свин ничего это за хуйня в самом деле а это смайлики просто нарисован ты знаешь что это за смайлик там свин такой это мой смайлик это мой смайлик это живот у меня вот посмотрю меня в чатике это свин да это свин хрюшка подачу еду да это блять так значит меня оскорбляли получается немножко не ловко а лавали чуть-чуть артур мне кстати еще нравится когда просто эмон за используют тоже прикольно потому что не часто у меня есть просто любимые смайлики я их не за что они применяют не на ней не люблю когда тумач понимаете вот должно быть все равно какая-то выдержана загадки не нет вот свои какие-то должны быть основные смайлики если будет тумача зала вам помочь агнерами от не анимированных того этого выделишь себе анимированные смайлики тоже парочку и будешь их и за да только твои сморг это твои будут анимированы да даже несколько чтобы их не спамить типа много но несколько знаете что не прикольно что у нас например россии на же не так часто покупают подписку на тебя вот если у нас не принято своими смайлами то у тебя допустим если начинается какой то там примеру ахаха да там какой-то смайл прикольный есть у тебя будет там с память 50 человек этот ахаха и все это будет не прикольно а вот когда есть смайлы которые доступны всем это офигительно чего установили например там бетро ты вы тоже да и они прямо начинают просто память у тебя весь чат разрывается причем это на любом стриме может быть не только на твоем это круто если подписками как-то изменится ситуация наверное имеет смысл вложить тема с подписками то что будет поменьше стоимость анимированные что-то подвигнут приобрести да вот игру что-то может быть изменится на вопросе подписки будут по 100 рублей это блять по 50 это не буду приходить и клячь и говорить давай блять сука сам мне кажется этого меньше будет 50 просто не будет 100 рублей подписки ну а там же от региона по могут зависеть на россию они вряд ли сделают четыре пять раз меньше ну поменьше думаю боссер на стоимость будет может рублей 300 там просто я помню как подписки стали по 700 рублей сейчас типа это даже поменьше стало это вот да это когда было долларах это не закупил год может быть на от стене не знаю четырнадцатый по два с половиной бакса вообще когда-то типа скидки были там всегда соптябрь классные даст какие-то были времена чат а кто бы из вас согласился собаться ради анимированных смайлов каких-нибудь классных мне кажется есть такие люди которым тоже нравится нет ни одного мне кажется есть равно немного но они есть принципе чат можно посмотреть там есть плюсы ну плюсы и плюс жду ваших собак когда появится отписывайтесь ребят не зачем твич русский твич это как телевизор люди пришли сюда посмотреть покайфовать и уйти за рубежом и за рубежом это распространено что там нет мне кажется вообще тех людей которые не покупают подписку них все это легитимно как знаешь они на все покупают подписку но у нас больше скорее промышляет пиратством артур как подписаться бесплатно на это призывать призывать ребят вступать в комьюнити стримера ну типа за рубежом прям алтари ставят своим стримером типа о смотри я подписан они этим кичаться а ты кому-то скажи что ты подписан а дмитрия лицей стримеры анимации для них рисует в играх добавляет да понятно что за там менталитет другой это просто это мы проще обку оформить все нам обязательно придем вы больше вы больше делайте вот мы с диной были на гламуре моей сне об этом говорили просто распространяйте говорите кричите что вы стример не нужно этого как-то меня в лифте трое человек зажали зажали начали стримить на другой сайт пускай говорят стрим привет переда проигравшим с камшоу дату ради а вот миром не стесняюсь вообще говорит что я стриме как не отчет такого-то ясно ребят большой сосадка тел глазу это кайфово вещать для людей тоже снимаете тик токи вот сейчас тик ток на первом месте давайте да я не я это тик ток что-то с ним но я я не люблю тик ток ну именно это лично мое мнение я не люблю тик ток потому что там даже не запоминают тебя как человека тебя будут там знать потому что тебя знают до этого но если ты типа будешь снимать токе то остальные на тебя просто все равно ты думаешь что с тик тока какой-то трафик идет никакого вообще это та платформа на которой остается аудитория именно на тик токи тик токерская она не уходит вы не думаете про трафика вы думаете про узнаваемость про что у меня не нравится тик ток youtube контент youtube есть на мне больше youtube инстаграм твич есть три супер платформы где люди больше тебя узнают как человека они как просто куколку красивую лайк поставил скипнул если конечно у тебя не 10 лямов тогда конечно будет и трафики деньги все но я лучше силы youtube волью там мин стул в твич кого-то другого но только не в тик ток ну по приколу только записать какую-то фигнюшку как говорил дать милохин как говорил даня милохин говорит я вообще нихуя не думаю когда снимаете кто мне похуй я просто снимаю вот так же просто снимаю все зайдет не зайдет ночью все равно как нам надо ну тогда ребята подытожим кто из вас за анимированные смайлы поднимите руки ну у нас голосуем я нейтрально вообще не вижу я думаю что это было прикольно просто есть анимированный better тв да и опять же на мобилах нет но там на андроидах есть какая-то настройка который почти никто не пользуется так процентов 30 наверно с мобилы чат плюс они так и будет ртв будет на мобилах отображаться анимированный же они же в обнову выкатят правильно обнову какую-нибудь я не знаю подожди ты думаешь они выходят обнову которая позволит better тв отображаться ну скорее всего они будут пода по одному алгоритму отображаться мне кажется что да я думаю далеко не факт мне кажется твич может быть я предположение не спорю положение но мне типа смайлы вот я честно тебе скажу на мобиле смайлы это наверное самое что я хотел бы видеть да 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 я тоже я как-то потому что я вот как раз таки смайла вот то что арина говорит то есть с мобилы смотришь как раз таки смайлы там помешают все читать да в зависимости там если ты на компе смотришь на компе ты можешь читать все когда смайлы а на мобиле нет то есть лучше пускай будут вот эти вот длинные слова feels rain мэн да я больше понимать считать да нет типа я к тому что пускай делают пускай делают я не могу просто оценить видишь как зрители потому что я чаще стримлю нежели смотрю стримы от они смотрят зрителям наверное виднее ты не смотришь никого но я если захожу я я мне чат то есть мне комфортно считать что сейчас происходит в чате не знаю мне нет такого скажем так любое движение движения хоть я смайлы почему-то приведет хорошим посмотрим так сделают а по поводу региональной стоимости собак если сейчас 399 чат вдруг есть кто-то не слышал то планирует в россии сделать региональную стоимость какую пока неизвестно но прикидывают возможно 250 300 рублей где-то будет но это лучше будет блин меньше зарабатывать ухожу свища вообще артура ты думаешь быть и больше зарабатывать а я тебе скажу так что не изменится ничего вообще меньше больше это не имеет разницы у меня нету типа сабов вообще никого нет нет есть 20 человек но я когда-то агитировал но типа я не знаю ну мне не нужны сапки я с ними ничего не делаю просто а я же каналы где наоборот очень много сал потому что как стример может быть приятен и поддерживают именно подписка и именно смайлики тоже самое красиво нарисовано тоже собой потому что есть какие-то маленькие классные не нужно все на себя принимать не это само собой но рекреентов допустим очень много сабов ну вот ему это будет я думаю полезно у него станет еще в два раза больше или в 3 даже я думаю и у дин и тоже есть маленький который незабельный я тоже мало сапка оформляет именно из-за смайликов а есть люди которые поддерживают меня с рабов много у меня много кто до подписывается спасибо ребятам но еще я дарю много типа сабов поэтому наверное у меня еще скажу сколько сабов чатик напоминает что первый год twitch еще будет компенсировать стримером у меня 163 подписчики оплату а вот много насколько из них подарочные но много довольно думаю половина точно больше половины чата есть есть кто-то кто именно из-за смайликов подписывается не чтобы поддержать стримера там не чтобы быть частью сабового комьюнити а просто по чисто смайлики нравится и хочется ими обладать этого есть есть но мне не я же не дурану горит я я я на тебя тут и жанса в смысле так поняла что за событие брензова чего вообще в принципе подписываться людям мне интересно если не за смайликов именно за поддержку держать только поддержка поддержка стримера выделяться в чате значком я думаю да рекламу выбирает сапка или нет что реклама включила сейчас у меня реклама начала играть реклама лакоста причем понятно у меня тоже сети реклама о прям очень часто вылазит слушайте они же отключали партнером показ рекламы почему мы снова вечером часто на рекламу вообще слышишь пошло я ее тоже периодически без понять как это работает сейчас я на вижу рекламу но лакост кстати не видел все время игры какие-то вылезают как носитесь к тому что раздел появился с бассейнами я могу сказать почистили почистили так сказать же чатинг от на они бассейна классно но это плюс мне кажется все равно не знаю мне они вообще никак не мешали не чувствую никакую конкуренцию как-то вообще я не реально к это относилась теме но это было просто давно надо было наверное это сделать отдельно какую-то категорию и плескаются и плескаются нормально согласно вообще как-то даже прикольно такое сидишь листаешь такое разнообразие виде там стримеров кто-то купается кто-то играет кто-то болтает типа я просто не фанат стрима в бассейне то есть мне абсолютно там нечего смотреть и поэтому я не знаю я даже их не замечаю что они есть они нету мы существуем разными имеет разница вообще чата вы как отдельный раздел сделали да 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 алексу пишу пока как скажу я точно туда не хожу поверьте мне думаешь ну что просто да нет я серьезно горячу да ладно мы верим не сто процентов сто процентов я серьезно говорю с нами честью а кто интересно все залипает на такие стримы бассейн наверное ребята которые хотят ну я просто на фоне посмотреть мне кажется на фоне просто плескается в бассейне кто-то мониторе перед трейкой знаете посмотреть хорошо мотивация да 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 ну плюс там очень красивая картинка у них всегда да а плюс то на эту историю драконит мне просто интересно есть такие я думаю что есть да лучше примеры ну вот то есть это да не тогда это да странно реально рин да нет конечно что там человек в бассейне сидит что нужно настолько много додумывать что проще пойти на сайте додумывать не надо согласен блин а кому-то нравится вот я например отвечу за себя и вообще порнуху не смотрю про фантазировать что-то вообще представить на фантазия хорош это хорошо может быть вспомнить знаете ли там до фантазировать до представлять вообще у меня ну типа порнуха открывается раз наверно в месяц-два и кто-то может быть тоже также то есть использовать тех же стримеров бассейне чтобы додумать или до фантазировать дима была такой опыт у тебя до фантазии с какой-то у меня с фантазией не очень хорошо честно нет вообще за 3 я говорю со стримерши нет у меня вот это вот тема бы но вот самое что голое можно увидеть на твиче это бассейн вообще не мои самые эротическое ты хотел сказать ну самое ну я имею ввиду самое минимальное по одежде это вот бассейне а боди-арт в бассейне мне нравится когда проще вот там это вот то и сюда и все взяли пошли без какой-либо фантазия до без массаж это имба артур ты тоже ходишь нет я разок был понравилось второй раз не пошел научился научился мы не будем эту тему обсуждать нас есть много других разных тем для обсуждения так сказать научился делать и еще я вот недавно получила письмо отвеча про дим сей обновления получали не да я получал ощущение что твичу похер на меня потому что мне ничего не приходит на другую почту я не знаю нет я тоже что там в этом письме в общем если вкратце то твич письме делает такой пипа шай мол вот мы стараемся стремимся сделать вашу историю с дмца попроще тыры-пыры но все еще приходят тысячи жалоб и мы сидим ломаем голову чтобы сделать вот приходите к тем кто слушал музыку фоном играя в игру например мы думаем что правообладатели пользуются автоматизированными инструментами сканирования и поиска музыки они думают и размышляют защищенные авторским правом скорее всего уведомление будет еще больше мы активно обсуждаем с музыкальными лейблами возможные решения чтобы было удобно и авторам и вам в общем тыры-пыры попи дыры вот это все есть такая прекрасная ни о чем да как же оху я не слушаю через какое-то время удаляю все клипы вот и все так самих я даже не знаю где лейбл есть ваша лейбл вам мьютит трансляцию вам мьютит а клипы и вот единственное где кидают это за клипы а в клипах вы просто через какое-то время клипы удаляете потому что он все клипы могут не заметить дима потом кататься тебе в лицо бан ну и плюс если вот меня брать я не слушаю музыку каких-то там не знаю жестких у меня три песни последнее время на стриме играет каких попыт это нет это лилу раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь потом играет мальчик на девятке играет песни и играет песни зинь-зинь-зинь-зидан все у меня три песни погромче дискорде плиз у меня сегодня 8 мот глючный поэтому если не без него что один правильно я его удаляю он мьютится все нормально зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь смотришь все норм бро на трансляциях он мьютится в клипах он клипы удаляете все просто это совет от зимы а вот что советую сам твич в этом письме если что его зачитываю потому что там нет положения компетенциальности могу читать единственный способ предотвратить уведомление о нарушении дмца как думаете какой удалить канал не не использовать на трансляции музыку и другие защищенные авторским правом материалами которые у вас нет соответствующих прав спасибо большое не есть другой способ например тот же epidemic sound включать epidemic sound и слушать спокойно и не палится что слушать набор не там есть вообще ничего нету фоновая нет как фоновая музыка там можно найти фоновую нормальную но просто иногда хочется каких-то эмоций погромче что-то сделать понимаешь конечно там не всегда ты подберешь но то что мы хотим сделать громче как правило это все-таки какая-то российская культура российская музыка и в этом принципе я ни разу не видел чтобы димси прилетала за наши а если прилетят наверно с крупными лейблами можно я сталкивался с такой проблемой на ю тубе почему я перешел на твич потому что я был на ю тубе не big baby type лейбл его как ёбнул ну бы бигба хороона тоже лейбл есть четыре страйка на канал ю туба я чуть-чуть ну не потерял знание два года назад было уже вот назад было вот год назад было прошелся как бы прям вот в чате вспоминает про саундтрек байтвич ну что судя по тому что я читал на реддите саундтреком отвечал очень много проблем ну начиная того что стримеры не все могут разобраться как чего там выключать и в итоге у них остается дорожка с музыкой им сразу прилетает в лицо заканчивая тем что толком не очень понятно что там с лицензии у твича то есть что это за лицензия такая новая произведение но без сохранения как будто твич вот так вот немножечко увиливает скажем так вместо того что взять и закупить уже решить эту проблему сделать например как youtube чтобы часть дохода просто шла правообладателю и стример могут могут слушать они как-то стараются но она никак не выглядит кстати хорошая идея действительно чтоб twitch давала какие-то деньги с нашей рекламы правообладателю за эту музыку он бы там получал два центов бледных месяц просто копейки пускай забирает но серьезно мне не жалко делиться с одного доллара я подал бы там 50 процентов 80 забирай брат только дай послушать нормальные треки серьезно пускай они там себе деребанят этих 50 центов на 50 лейблов и пока сюда два цента спать и в помощь ребята вы понимаете что музыка который находится в спать и фай она тоже защищена авторским правом то что вы конечно это не дает вам право использовать ее в коммерческих целях дает вам право просто у себя в комнатке слушать ее это кстати у нас какой-то закон такой страны я был парикмахерский там играет хоть и такое радио плохое скажу так я говорю а где какой-то там нормальный движ говорит к нам приходят люди когда играет музыка с авторским правом они говорят так выключайте иначе вам сейчас жопа мы не имеем права это включать все так вы не имеете права сейчас мы будем судиться и говорю что давайте пар с папочкой завтра с ким пора вам ходят по ресторанам что музыку не включали такое слышали я в я в шоке просто да я тоже про это слышала особенно в ресторанах часто встречается вот здесь конечно но купер саунд съесть но там тоже знаете раз послушал два и потом надоедает все-таки сложно там найти что-то на что отзовется твое сердечко вот работа у людей хотели бы такой романс на я не могу я рискую я понимаю очень жестко но для меня вайп музыкальный на стриме это просто все то есть это сменит музыки той который я слушаю которым я качает особенно в последнее время я слушаю я вообще что слушаешь последнее время нормально качал его назови песни вот ликс назвал такой ручер вы поняли какой стрелки у меня не поняла арин тех на n букву а ой кто там как называется исполнитель а есть такой исполнитель да нету такого исполнения но рэп такой есть а я поняла а этот ай сука да не просто этот детройт что ли да да где троид до артур что я здесь ничего не сказал такого да все нормально мне блестки просто почесала и они отвалились в общем по новостям твича наверное из такого насущного все вам что-то еще приходит в голову из ожидающего нас нет твич прекрасная платформа надеюсь не унесут никого из нас очень надеюсь аминь хочется добавить надеюсь все будет все хорошо да следующая тема такая веселая жизнерадостная ну в зависимости от того конечно что вы по ней скажете и очень легкая летняя ваши планы на лето по стримам может быть по каким-то поездкам путешествиям по отдыху может быть по саморазвитию или по спорту что-то планируете ближайшие три планы когда 2 границы да я короче я скажу вам так что я уже тусил это лето нормально в одессе провел то классно и сейчас намерен заниматься спортом а это то что я уже два дня был цель это слава писал не но короче ты с весами показывал да да мне кажется веса не сдвинуться сдвинуться просто тело ну шаришь тело просто сдвинется веса не будут видеть мне просто будет жир уходить мышцы прибавляться просто нас такая проблема классная с карантинами им с ремонтами я это очень тильтует когда ты ходишь зал на протяжении трех недели трех месяцев а потом просто на два месяца это все закрывается и все и ты приходишь там даже нету ни ремонта ничего очень обидно кстати еще одна цель и да почему-то чат не поверил что ты будешь ходить мне похуй на них если они не верят я для себя решил серьезно а второе это брошку поехать обязательно потому что я уже не был два года я ужасно хочу поехать и потусить там классно но это наверное будет ближе к симпоста может и может в питер в москву конечно я хочу в питер белые ночи все светло охуеть на самокатике я говорю тему я куплю самокатом себе кому-то там подарю буду кататься как прожди как запрещены вообще запрещены дима ты представляешь какая погоня у нас будет на самокатах за нами будут ехать милиционеры мы на самокатах через мосты разводные будем пролетать по хую мы водим через мосты на самокатах это будет классно и у нас будет собственная лодка мы будем залетать прям лодку и плыть по питеру представляет себе петербург не портите мои пожалуйста ожидания на эту поездочку я хочу так именно сделать это будет классно можно на этих наводных байках покататься кстати заниматься собой своим туловищем и поедет ну да и контента буду работать очень много все я больше нету целей работа все и поездка в россию все я больше никуда не хочу ничего не хочу хочу стримить и снимать роликом не больше ничего не нужно это мы мы летний фиш поля у тебя но у меня также в планах дальше заниматься собой зал ходить но хочется с ребятами но мы планируем наверно сочи поехать нужно на дня три съездить контент попили терял что такое и хочется еще за границу очень хочется в италию завтра и у авторю куда именно хочешь но очевидно время от этого хочу мне это мне было я очень хочу не знаю у меня это мечтал с детства как будто бы удалим следать посмотреть на архитектуру именно ну я думаю что я могу в чем-то разочароваться но для галочки я хочу на слетать и посмотрите хорошие в принципе все наверно новики с киевскими ребятами очень хочется увидеться естественно смотри на зло что-то там тыкаешь оля довольно походами в зал да вообще да но я ходила до этого просто год назад но все началось с того что на карантинцы начали закрывать и все это прикрылась и нельзя никуда было выходить это чтобы брать его не напомнили начала ходить с марта наверное и нормально есть чувство вообще прекрасно бодрость дает да да энергия бодрость вес мышц это здоровый дух такой стиля наверно всю злость выгоняешь в зале просто есть такое ебашешь и потом ты так кайфуешь это агрессия который копится и ты можешь вылить и не на близких своих людей или друзей и знакомых а именно в зале то что ты потратишь просто делаешь какие-то упражнения и злость все равно выплескиваешь свою агрессию согласен с этой стороны не смотрела кстати читаю просто забавное сообщение что сервисы по бракату самоката договорились с комитетом по транспорту заключение новое соглашение что максимальная скорость для для самокатов 20 километров в час она и была максималка 20 они быстрее не едут так а ты как что там за переговорщик они до 50 арендные до 50 никогда не гоняли 20 25 ты там ни на одном не разгонишься там такие самокаты ущербно там никто не разгонялся до такой скорости он не разгонялась на аренном 24 но это наверное чистая дорога была да где-то да конечно когда мы сами катались ну на крестовском там да я говорю что в городе могу скорость не давай уже выскажись про самокаты как я же высказался все все я высказался ты довольна все крик души а ты чего боишься что тебя вообще запретят ездить на самокате или будут требовать какой-то не мама не я просто боюсь что запретят ездить там где люди ходят и придется по дороге есть на дороге полно ладно не буду говорить кого и машин дороги опасно ну дорожек построить на фонтанке есть например и будешь ездить у нас если дорожки там не на собралась на крестовском принц объявим самокаты ну варшаве пиздец там дорожки специальные светлофорчики такие малюсенькие для самокате дороге дина на дорожке везде мы как был варшаве я первый раз покатался на самокате варшаве это было просто незабываемо как мы ночью ездили вообще я хочу сказать что на самокате мне же свой самокат я вообще такси не юзу я просто по центру москву это крутая тема просто имба вообще и все условия для этого есть вообще ну не торможу то есть все бордюрчики все предусмотрено для велосипедистов и самокате вашу классно переезжаешь москву ради самоката не москву не хотел бы там же самокаты разрешены так у нас тоже пока не запретили давайте у нас как они запретили личное пользование в личном пользовании поэтому пока норм а так странно что они в питере запрещают в москве нет но у нас видимо случаях инцидентов было побольше и жалобы скорее всего это все зависит от жалобы она инцидентом на моноколесе не было когда чел ебашь вы видели да это видео я перед стримом увидела короче там видос из машины снят как чувак на моноколесе знаете моноколесо которое электрическое этот грузчик и доставщик еды на моноколесе просто шпарит по проезжей части по дороге среди грузовиков машин и тот который снимает показывает что скорость 60 км в час уж парит 60 км в час на этом моноколесе вообще без какой-либо катались как-то раз в парке хотя мне в тот день как раз и да не приехала может спасибо было извините марк да для если я часто перед передаваем перебирал марка брат короче мы когда раскатались на самокатах и типа просто на колесе он ехал вот так сидя не сидя и что ты понимал он на этом колесе под любую наклонность выезжал то вверх то вниз и являя был бы шок если бы еще на дерево на нем выехал и он говорит я на нем валю 80 километров примерно горит а есть новые которые по 120 едут просто наклоняется но у него full full экзосклетом шлем такие приколюхи на локтях там на спине вы что скорость бешеная то это тоже вряд ли за себе на такой-то скорости это жестко да это жестко я просто помню как на фиате на своем 120 ехала мне это страшно было ощущение было как будто я просто ногами перебираю по земле а тут тебя и ветром сдувает вообще супер страшно один там когда-то распиналась по поводу проезжей части как там страшно опасно в чате написали дан прожить смешно но страшно не едино хорошо вообще блин сильно хотела что ты меня покатала приезжай покатаю звучал не двусмысленно в моем случае дима помимо самокатов у тебя есть какие планы на лет кс им 2 фейсит взять куда ты дим твое время уже прошло брат подожди ты серьезно это ставишь целью я думал ты смеешься и на самом деле тебе не нужны успехи в кс нет прям именно планов на лето у меня такого нету прям жестких планов касательно отдыха потому что отдых он сам появляется в жизни подойду секунду как например даст когда дима отмечал дыры ой как как он отметил и даже не знаю сарказм был до сначала посидели поболтали покушали потом отправились в увлекательное путешествие смотрели на танцы я знаю где вы были я догадался но я не буду говорить слух мало ли о макдональдс приехал а из спорта не макдональдс алу смысле злой так это диме приехала какой злой а димасик них чего себе раздул уже я плохо пакеты пронес а двери до компьютера на мобила соскучилась по твоим смеху девочку правда кс а ну ладно ты сиди там глотание не так я не про кс отчасти но мне больше хочется найти в себя наверное мотивацию с ютюбом на постоянке заняться и тюбом пока не хватает к сожалению вот у тебя уже есть все ресурсы для этого планета монтажер впрочем все есть здесь есть и снимать именно игровой насчет хочет начать очни рассказочки у меня не только у меня есть идеи для и рэлова говорит что вот не начать не знаю почему брину начинает что-то новое что-то обычно делать сюда сложно главное втянуться дина какие у тебя планы на летом так давайте арене на сначала да у меня ну расписан полностью июнь июль вот такой получается не знаю живу как-то плюс-минус месяца то есть в июне я улетаю к родителям вот перед этим будет др празднование ну а насчет спорта у меня такого нет как у того жаждура я не вашу каждый день практически как мне себя и собираюсь забрасывать вот и в принципе вот так вот так чтобы прям четко знать и понимать когда чего такого нет на общие ориентиры мне кстати очень нравится что вы все упомянули какую-то физическую активность конечно надо гулять заниматься спортом чтобы было классно выглядеть классно но это надо делать перед летом чтобы маечку снял на пляже вот девочки охуеть а тут только лето и только ты начал заниматься в принципе это не имеет значения нет еще у меня много впереди ну лет тридцать точно есть как именно в пор лет так что все классно я же сайт злой хочешь я посчитаю дату смерти и же сайт не надо не знать про мой смерть я я не собираюсь только сегодня топлис осмотрел бы я раз уж они родился 11 ноября 11 а год какой год 95 брат 95 год рост у тебя какой метр восемьдесят три часа восемьдесят три так путах я не знаю сколько это тебе 26 будет мне 26 будет килограмм сколько весишь 80 сейчас повешусь рассчитываю артур так смотри у тебя вы умрете 2009 году 10 октябрь получается 14 числа 14 октября да у тебя еще ваш жизнь составит 73 года 11 месяцев охуеть я доволен вещь 48 лет жить охуеть а биткойн то через лет 20 будет о ой да есть немножечко о нифига себе немножечко имеется так чуть-чуть интересно у многих стримеров что лезть биткоины чего вы выйти ему еще 49 лет жить ребят 49 лет за эти 49 лет мы точно все вместе увидимся я уверен я могу сказать что точно мы все вместе увидимся через лет сто дадим я ну артур так тебя мы все виделись уже но извините заточение классно классно мы я сейчас ариной виделся кстати в жизни и не раз это правда арина кстати очень приятные слова тебе говорила это очень приярина или не надо было говорить реально переборщила сейчас реально а по поводу моих планов ну я вас поддерживаю по поводу физической активности главное сейчас со спиной в первую очередь разобраться вот у меня вчера поправили прям хорошо стало а потом я четыре с половиной часа по стриме ла стою и опять хреново короче очень сильно следить прям максимально а это неприятно а что у тебя со спиной у меня проблем с поясницей давно еще вот а тут я видимо себя еще физическими силовыми упражнениями забила спину и в один прекрасный день позвонок сместился было очень плохо я даже не представляю как это ужасно более я вот в раздевалке в тот момент закричала на всю раздевалку в трусах не шумана страшно страшно короче уделяйте внимание себе по максимуму не жалейте на себя не время и здоровье главное да да я согласен я тоже здоровьем занялся буквально на я за эту неделю пошел к дерматологу она мне написала говорит тебе надо принять 10000 миллиграмм такой-то темы чё ебу дала лишь 6 месяцев прием курс то у меня прыщей много но сейчас чуть меньше и начал питаться у тебя выяснили из-за чего прыщи а сдавал мне надо анализы пойти сдать она говорит чел не принимай ничего пока не надо сдавать это уже так не сказали просто нет я пойду что-то исправить и делай все время или просто проблем на коже очень много причин от сахара я отказался я заменил сахара протеинными батончиками с белком и многие ваши когда хочу сладкого что что не алкоголь я больше не пью сайт после одессы давай заспорим что-то сдавай давай сделаем пари что до встречи давай на честном слове дать ну да я что на пиздобола похоже что боль да пруф или хозлой когда пьяный stories память же давайте на 50 собак 50 собак ради вот этого стаканчика с водой типа это маленький курс надо что-то побольше что ты готова предложить я не предлагала спорить в принципе просто ну ты через неделю я не люблю когда вам не сомневаются просто но я не предлагала тебе не сомнение все можно я так сказать вам на который ну имеет место добавить плане здорового образа жизни понимаете что это все ну а тебе к себе не надо это делать ради кого-то челленджи все блять все на спорте на здоровье все я тоже типа если ты реально хочешь ты себя любишь ты понимаешь что так нужно твоему организму и себе ты просто будешь делать по кайфу не надо это делать не из кайфа вот и все так что это должна брать или азартный парень мне удовольствие все приносит но не все конечно жизни ну вот типа но но это мне приносит удовольствие это классно в чате после зала охуенно и потом ложишься в 10 11 просто тебя вырубает и ты встаешь кайф 8 вообще хуй блять так классно в чате предлагают стрим в костюме горничной кто проиграет пояс прикольно это прикольно когда не на деньги она что-нибудь такое слушай а чем закончился тот спор когда вы бросали курить блять ну вообще-то я бросил курить но все мы перешли на эти ебаные электронки но я тебе скажу так по опыту вообще курение электрических сигарет ну это даже еще хуже объясню почему потому что ты ее сосешь постоянно и не можешь накуриться ты и прям постоянно сосешь 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 и вот у меня проблемы желудком я солевой никотин и солевой никотин по язве так хуярит я понял раз затягивать меня как ёбнет я скрутился калачиком говорю все я эти блять электронки выбросил к чертовой туда капилляры лопаются электронки они это залупа полная я перешел обратно на сихи и сейчас пытаюсь обратно их бросить для зачем я начал блять курить но короче никто не ну не курила сигареты пять месяцев мы не курили а потом такие все а похуй давай курить все давай ну я кстати реально замечала что те кто курят электронки они постоянно прям их сосуд еще 2 2 минус кашель кашель из электронов очень частое явление и ты не можешь понять и заболел или что и электронки это намного даже хуже сигарет я могу сказать особенно она хуже для курса вот я курец допустим я курю много сигарет допустим да я курю сигареты привет есть и электронки я часто беру в ротик типа очень часто а если чел который не курил сигареты будет пользоваться электронкой но не знаем и мы ее хватит на неделю наверное на 2 у меня просто знакомые есть они говорят мне это электрон говорит две недели я и курю а мне 5 штук хватает на шесть дней друзьям дать пососать себе пососать не бак такое до этого спросила в чате кто курит и там большинство минусы поставили процент 80 наверно минус это очень круто аудитория скорее всего просто такая взрослая не начинайте ребят да мне кажется в любом возрасте либо курит они обсосут что мне кажется больше такие подростки балуются такими вещами а есть взрослые взрослый кто эти сосет штучки это правильно сосать называется сосать до сосалки я все хавают я я тоже хочу есть так съешь чего-нибудь что-то я не хочу ничего заказывать так у тебя в батончике есть но я им не наемся я хочу в вареником со сметаной и голубцовую дыру ноу для как же это я все сука я заказываю ой блин ранники ел такие вкусные боже мой не балка и с лососем зеленью они были прям хороши прости так у тебя что бы норм уже съедена за сегодня или чё но я стараюсь не жирного нельзя мне из-за жирного и прыщи появляются со сметаной когда домой приезжаю ну когда я домой приезжаю там такой меня читмил мама пельмени вареники со сметаночкой сюда там дыруные голубцы я просто уезжаю вот с минным полем на лице а ебануться вы это видели нет что молния так ебанула засветилась сделайте клип чтобы глянуть потом у этого для хобби шаровая молния в дом не залетела было бы невесело я в детстве всегда боялась шаровой молнии это уже я до сих пор боюсь я начитала что она залетит всех внутри убьет и вылетит а такое бывает вообще да да конечно только осторожно к нему подходить у нас инсайдер в чатике пришел пошутил отодранники манечка привет я заказываю тоже блин короче по поводу планов на лето ребята хочется смотивировать чтобы вы успевали заниматься тем что нужно и тем чем хотите что не нужно но я для себя определенные цели уже поставил что я хочу другого я не хочу я уже навесился но самое самое плохое что может их избить это тусить короче если ты начинаешь туси часто начинаешь не то чтобы забивать хуй а как бы более расслабляться и ничего не делает присоединяется там потусил а день нужно отойти боже я ж так гиб набухался вчера пиздец вот тогда нормально нужно просто в мир это может быть делать на левую меру проблема с мерами насколько я помню зли мы с мерами это точно не у нас у меня это точно я говорю за себя с этого у меня всегда есть мера но просто все равно как сколько бы ты не выпил пути все равно будет на утро типа отходничок чуть-чуть литл если ты выпьешь бокал вина разве будет что-то на утро вино это самое подлое что только есть два бокала вина меня так скосила я уснул просто из детства бокалы были злой и она 8 марта видимо мы на 8 марта стрим или как раз я взял бутылочку вина на двоих там 750 миллилитров я вебал два бокала меня так убило я думал что я выпил мне что намешали но вино хорошее за тысячу гривень сладкое amazing но убивает вино очень мол но не нос я не люблю вино потому что она подлая дедам тебе подкинуть что-то очень подлая штука дима сколько я бокала вина лишь на день рождения выполнена это меня не сильно скосило если честно что мне меня не сильно скосило но я полностью отдавал себе отчет продолжает отдавать отчет отчет мне на стол от руки на руки накидать весело вы наверно день рождения провели мыло забавно допишет может ты не помнишь просто мнение все помню артур слушать тут написали что шаровой молнии через розетку залететь и через интернет блять еще через что через телефон сел в туалете как и через шаровая молния случайно не красный шарик я когда нагибаюсь у меня ток начинает ток через телефон зарядить все нормально все я здесь поосторожней артур в любом случае не погибнет потому что ему еще 49 лет жить как девушка тишь на меня что угодно делать артур сейчас да нет ну как все таки на твиче я немножко боюсь молнии я буду немножко шугаться я один раз увернулся от молнии вот так вот было примерно типа на бьет чё почему да дядя тебе быть так вынесли сказать как я раз увернулся купили новый компьютер полмесяца прошло выключили свет я компьютер с розетки не вытащил хотя мама мне говорила вытаскивай блять похуй я стою в окно я так обожил смотреть на молнии смотрю в окно и молния буквально в метрах 20 ебашит в столб вот так я так отлетел дядь я просто не то что отлетел я отпрыгнул вот так я испугался потому что в секунде все побелело и звук и загорелся столб деревянный но не то что загорелся трансформатор у трансформатор уебал у меня ком сгорел я блять полгода а знаешь как сгорел он по сетевой карте попал по интернетному проводу и у меня сгорела сетевуха обидно было так обидно но молния это такая штука опасная лучше в окно не смотреть всегда мне мама говорила прям возле меня ёбнула а еще не купайтесь в грозу потому что если вы будете в озере то как раз у вас и шибанет вы как громады сработаете а я так и обожаю в озере купаться под утащами я что-то не так захотелось под грозу из купаться так романтично я так но можно умереть только такая измучение будут мучительная потому что ты не умрешь от удара молнии ты можешь плохо те кто будет очень а ну кстати да да может замкнуть орган что я говорю какой замкнуть органы короче у меня нет информации что с тобой может произойти поэтому лучше не буду да согласен я вот я поэтому и тоже сказал сказал будет плохо просто неприятно думаю по поводу у нас гости на стриме несколько гостей теперь вот с дипером я уже знакома плотно так скорее на какие у тебя планы расписаны у весь июль июнь июнь но и путаю лепень о червень давайте говорить у меня день рождения 19 в домике будем праздновать а потом я сочек родителям улетаю это так быстро год прошел свои днюхи моментально причем артуру прикинь охуеть реально время очень быстро ли своего своего дня рождения я знаю почему вы помните потому что начинался наш самый такой плотный да 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 надеюсь что повторится потому что планы офигенные с этим домиком вообще такой дом сняла и ребят завон по идее надеюсь это будет новый отсчет с нашей истории любви где любви артур понял я понял а сколько тебе исполняется арен 23 уже ко мне подбираешься потихоньку так сказать офигеть время летит это наверное из-за того что стримом почти каждый день не замечаем да не замечать надо успевать жить всегда да это вот это очень важный момент и вот стал это понимать как раз это я стала понимать когда феврале сломала палец и для меня время немножко остановилась и я поняла что все время куда-то спешишь и вообще не думаешь о себе как-то не успеваешь полностью насладиться моментом просто все время так не забывайте о себе потому что например у меня сын родился пять лет назад то ему сейчас было 35 лет но я к тому что типа время быстро летит чувствовать того чего вы делаете вообще ну кайф потом поработали поработали один денечек ничего не делать просто покушать покушать ну вкусить то чем вы занимаетесь вот это что фидбэк ощутить и потом обратно это такой кайф блять я всегда так делают так классно так кстати стараться нажать баланс да баланс нужно держать но иногда можно загулять немного и немножко кое-что проебать но это такое уже можно быстро наверст и вот кстати это замечательная подводка к нашей следующей теме возвращение в колею это может быть когда вас выбило например по болезни повалялись короны не дай бог или еще с чем-то сломали там чего-нибудь или просто уезжали и привыкли уже к другому ритму а нужно возвращаться в привычный но работа вот это все постоянно соцсети и все такое просто у вас такое бывает когда вы отлучали да конечно конечно но у меня ситуация была наверное единственная это она была связана с баном когда мне давали бан на твиче и на 17 дней просто не знала чем себя занять а потом когда ты меня разбанили ты но тебе сложно все равно в эту колю войти так сказать вернуться потому что непривычно ты не стримила там очень длительное время и некомфортно даже было наверное прям до такого абсурда доходило а потом ну нормально постепенно вливаешься а что особо было непривычно ну не знаю как будто бы я не стримила не знаю там миллион лет и для меня что-то было непривычно если бы чувство некомфортно а был страх что ты сейчас вернешься а там уже смелась аудитория смелось все да конечно 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 что помогут это первое не знаю просто стабильность стабильно стримить и все и давать понять аудиторию что ты вернулась ты готова дальше стримить и ничего не поменялось в твоей жизни просто пройденный этап негативный конечно но пройденный а как аудитория тогда отнеслась они сразу дружно встретили ну да мне очень сильно поддерживали прям вообще я даже не ждал наверно такой поддержки я помню да классно да не все что не делать все к лучшему я помню тебя вроде разбанили и как-то ты даже как-то больше втянулась бы больше за да 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 у меня какая-то мотивация второе дыхание открылась то есть ты как будто стало больше дорожить этим может быть но скорее сюда аккуратнее стало в чем-то обратнее относиться к этому стало еще более серьезно потому что в один момент и в один миг так чулочку пальцы у тебя забанили и все и ты не знаешь что делать не знаешь разбанят тебя не разбанят вернешься к этому или нет начинаешь жалеть что-то самокопанием не знаю заниматься новый дефолт мне кажется для всех стримеров которые получали бан нормально пройденный этап а вот пока тебя не было ты по большей части чем занималась другими соцсетями или просто ждала скорее просто ждала и но я не знаю я была просто в тильте все те две недели осенью я просто ждала я ждала пока мне напишут апелляцию какую-то информацию еще нужно было собрать отправить до себя две недели просто ждала апелляцию ко мне напишут короче это сильно выше было и ты толком не могла ничем другим заниматься именно ну да даже состояние ну я могла просто пообщаться с друзьями куда-то сходить погулять и все это мой максимум был посмотреть сериалы чтобы не сильно убиваться отвлекалась как-то ну старалась отличия это вот случае с именно с баном злой а у тебя какие примеры ну смотри тут бы как-то негативно все звучит но мы как бы разделили два понятия отдых и работу до стримы и куда какое-то путешествие без стримов да но я обычно соединяю это в одну в одну это типа получать удовольствие как и от того что ты делаешь и как ты отдыхаешь в целом и у меня нету такого сильного знаешь перепада вот допустим я тусил в одессе нет нихуя не делал вообще нихуя чилил юси ебашил в телефоне сидел классно но потом мне это заебало просто я начинаю злиться потому что очень много дней уже тусим 7 дней я уже начинаю злиться на себя то что нихуя не делаю на всех остальных у меня заебало очень многое количество людей я хочу побыть в своей комнате блять один я возвращаюсь и буквально один день на реабилитацию такую знаешь домашнюю понять что происходит что как тут новости узнать как там зрители ждут не ждут похуй не похуй на меня ну а потом ты уже понимаешь чем ты имеешь дело и все и пошел дальше вперед все классно все ну типа сильных таких прям перепадов в негатив из-за того что ты отдыхал потом вернулся такой бля и так не хочется так лень я не знаю что делать ну такого нету просто надо абстрагироваться адаптироваться ко всему этому не просто нашите все так типа ну перерывы такие больше были ну после дубая максимум такое было что я приехал после дубая рассказал но все равно я тоже не чувствовал прямо чего-то такого необычного я прекрасно знал что я приеду буду стримить дальше и все работа в общем за счет того что ты уже неоднократно так делал ты уже привык ты знаешь как возвращаться да конечно я вот когда-то у меня была первая депрессия очень сильная когда я прям вот когда карантин начался я стримил с начала марта там до конца мая что-то такое я прям все если тел кукуха я начал так всасывать весь токсик чата людей всего полно ну всего полностью я просто сипался в деревню на два дня понял что пиздец там не очень круто надо возвращаться в киев дальше работать я вернулся и было уже намного лучше ну немножко на тот воперед теперь я загрузился на или нет да да иногда ты должен понять где ты был с кем ты был и что у тебя есть мы должны ценить то что у нас есть в целом вообще ценность вещей потому что когда ты на протяжении очень длительного срока занимаешься чем-то ты перестаешь так сильно это ценить а когда ты теряешь ты начинаешь ценить это в тысячу раз а я даю себе понять то что так все охуенно когда у меня все супер охуенно надо куда-то съебаться чтобы вот допустим я уезжаю в деревню я вижу своих старых друзей маму папу и я даю себе понять типа блять охуенно у меня все заебись как бы это грубо не звучало не знаешь так потому что мои друзья не так все заебись хотя они истят счастливы счастливы то что они там живут то что у них все охуенно все здоровы все клуб классно как-то выкарабкаются и жизни я приезжаю к ним я смотрю как они типа живут как живу я допустим я начинаю чувствовать счастье из-за того что о нихуя себе у меня то что то есть я буду значит работать дальше и возвращаюсь обратно ну не передайте конечно там набухиваются говно блять тусим класс но это дает понять о том что для это классно очень артур то есть ты не дожидаешься момента скажем так ли это не выгорание и до этого ты на пике уже отдыхать дам когда чувствуешь что уже полностью плохо очень сильно нужно где-то потеряться и смеется когда хорошо ты уезжаешь когда вот смотри вот допустим две недели две недели ты каждый день что-то делаешь 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 потом приходит момент когда ты даже запускаешь свой стрим и ты чувствуешь что ты делаешь через силу уже чуть-чуть но у тебя еще и силы допустим ты еще можешь немножечко поразвебывать надо сразу что-то поменять какую-то сферу куда-то с кем-то пообщаться куда-то уехать просто немножечко сместить сместиться с этой зоны я всегда так делаю это в одессу поеду то поеду к другу который занимается вообще другой сферой не стриминга мы общаемся на совсем другие темы то бишь зацикливаться на только на одном тече твиче общаться с друзьями только отвечи проводить время только на твиче в дискорде это очень для меня стало немножко диким не нравится какие-то другие темы познавать в целом чтобы не застревать в одном чем-то и это самое помогает мне оставаться просто оставаться собой не стартур выгореть а если ты приедешь в россию допустим москву в питер что ты будешь тут делать гулять мы будем чилиди ебать мы будем развлекаться мы не будем и я я хоть делать ты думаешь не ну не знаю по поводу меня в первую очередь что я хочу приехать хочу просто увидеть со всеми а там уже решим нещик поехали на недельку минимум арина комнатка у тебя чудесная смотри что мне никто не поселился не сражайтесь за меня я понимаю все перегибая сейчас никто никто тебя не будет ждать не москве не в питере мне мы ждем в питере всех нет ну ну как то так так классно классно а мне кажется вот эта вещь по поводу общения вне твича очень важная о которой артур упомянул чтобы это даже не про твич это в целом про любую сферу когда вы в ней изо дня в день находитесь очень легко это самый простой вариант замкнуться как раз на ней и варить столько в ней вообще не выглядывая вовне что там происходит что с кем что что в принципе творится но это может плохо кончится опять же то же самое выгорание потери возможны интереса потому что вы варили варитесь только в одном и никакая новая информация к вам не поступает а вы еще чем интересуетесь белым отвечу я имею в принципе интересуетесь а вот стремитесь простит артур сейчас это говорю стремитесь к какому-то общению не по твичу и не ртур короче я понял для себя одно вот допустим есть твич и ты думаешь контент на твич там о как развлечь 3 пыри youtube тоже думаешь контент как там но когда ты сталкиваешься с человеком из совсем другой сферы и вы начинаете нормально общаться классно проводить время он начинает рассказывать тебе тонкости своей сферы потом ты сталкиваешься с другим человеком у него тоже совсем как это другая сфера и он тебе больше рассказывает и ты все эти три целых совмещаешь в одно и получаются новые идеи те куда именно тебе нужно допустим на сам youtube или на сам твич целом подпитываешься до вдохновение да и ты можешь такое на придумать опизе меня много уже такого было я очень рад что у меня есть такие люди очень очень пиздец как раз а какие-то сферы просто но бизнес допустим бизнес предприниматели всякие до предприниматели крипто там еще что-то интересное и в нему нельзя говорить на печи что еще нифига себе там у него сферы понятно с тобой один ты хотел сказать прости мы тебя стопнули перебили земля димочка извините да у димы практически не бывает возвращение в колею потому что он как будто из нее слабо выпадает из-за плохих дней из-за его эмоционального эмоциональных амплитуд у него все ровно эмоциональный диапазон вообще я внутри какой-то извините за выражение это говорится жизнь который я стремлюсь блин а ты не боишься потерять эмоции по пути я хочу какой-то эмоциональной стабильности но я работаю над этим уже плюс-минус меня короче просто я не знаю так нет дело же в чем я не знаю просто надо все что вот описали спортиком заниматься отдыхать это важно потому что не энергии на самом деле не всегда много иногда когда ты сидишь без остановки из дома не выходишь все ты начинаешь тугнуть и агрессивно себя вести в некоторых ситуациях а вот сейчас мы допустим чаще гулять стали там даже и рел это тоже гуляние что и рел вот просто гулять там покататься на самокатах и у тебя значит какая-то вторая энергия тебе прям вот не знаю тебя прям энергии очень много становится очень много я тут рассказ я вот на днях поспал четыре часа утром в итоге я не помню аквихантику тогда попал на стрим или нет точно не помню но суть том что я поспал четыре часа я не знаю и опять до вечера до ночи там гулял максимально даже спать не хотел не хотел в течение дня я не знаю почему так то есть откуда-то энергия берется не поможет это какие-то знаешь такая есть знаешь когда вот уже на последнем издыхание последние силы и вот там на пару с космоса но да 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 я не знаю вот поэтому силы есть пока силы и стримишься общаешься у тебя здоровый образ жизни ну кстати это важно тоже до здорового образа ну в последнее время у меня сосна на самом деле проблемы то есть я я не могу уснуть я ложусь в 5 я ложусь в 12 спать и засыпаю в 5 там 6 я не знаю не могу просыпаюсь в 10 там например в 11 я не могу почему-то организм уже так привык может может не знаю ну короче и очень сильно стримы кстати заряжают энергией да но там главное не переборщить потому что есть момент когда они начинают уже отбирать энергию то есть и вот постримил зарядил людей зарядил себя энергией все и дальше там своими делами занимается давать больше чем можешь ну да просто вот я если у меня было время когда по моему пару дней или тройка дней была где я стримил два стрима подряд то есть я утром стримил и вечером например какой-то подрубал и знаешь на следующий день утренний стрим прям чувствуется что что-то слишком мало сил для стрима да 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 то есть лучше лучше один раз хорошо постриме чем несколько раз подругаться дима у тебя бывают какие-то психологические неурядицы когда ты копаешься в себе рефлексируешь и поэтому тебя выбивает из колеи нет такого у меня нету что прям ну смысле что я что-то русская кручу себя у тебя понятно зло и по что-то накручу себе и тельтану из-за этого если говоря простым языком примерно так ну нельзя не часто бывает да мне кажется у всех людей это бывает но я не довожу это до такой степени чтобы прям знаешь какую-то панику попасть то есть там я стараюсь проанализировать это там понять как это можно решить если это решается если не решается на хера об этом думать да и все может просто отпустить и идти дальше ну да 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 там некоторые можно то можно так делать а негатив от каких-нибудь людей тебя может подвыбить мне у меня последнее время вообще что-то мало очень негатива но если он есть он такой краткосрочный то есть я не злопамятный я и допустим какой-то негатив был и не знаю там пошел на улицу уже катаясь на самокатах я даже не вспомню что произошло не будут думать да да я просто я же нет ну кальянки я не беру то есть кальянки это немножко другое и вообще кальянам по-хорошему нужно меньше кальяна курить конечно что часто много у меня в жизни очень много кальянок и нужно их поменьше да да то есть тяжело удержаться конечно когда все заказываем кальян и курим да но и вот надо иногда себя все-таки сделать потому что кальян тоже такая себе история вот ну да ну типа когда его много тоже не очень хорошо тебя хотя бы дома нет кальяна у меня есть но его не забиваю естественно не мне не жалко он просто именно я думал он такой как сувенир больше а тебе нужен кальян не 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 если типа прям нужен я могу западать но у меня на столе и все вот все я в негатив все я накрутил тебе сейчас слизьми кальян забьет покурит классно блин сейчас вернется уже вернулся арина у тебя что по опыту выбивание возвращения долгов ну это больная тема на самом деле ну я когда вернулась из киева просто забила себя всем чем только можно и наверное это мне помогло просто ну как раз еще больше стала заниматься спортом хотя и до этого тоже все было прекрасно больше стримить больше что-то делать больше общаться с людьми из разных сфер как раз таки у меня очень много появилось знакомых и друзей которые не связаны с твичом вот и допустим там даже вот моя самая близкая подруга сейчас дашка она фотограф вот там тоже есть блогеры это гаечка нет дашка нет но она же не стримерша да ну и все в принципе это мой какой-то лайфхак и мой секрет ну вообще я сейчас тоже вот как раз занялась каким-то таким больше саморазвитием чего читать книги и самый наверное главный секрет и совет который могу дать это просто любовь любовь к тому что ты делаешь если тебе это нравится если ты кайфуешь просто бери по максимуму у меня были выгорание была вот даже болезнь которая просто не могла 3-4 дня вообще встать с кровати я не знаю что это было но это был какой-то гормональный сбой очень большой вот и ну это самое стрёмное что было так я каждый день то могла за день просто сходить в зал отстримить рекламный стрим отыграть потом пойти на квест погулять с друзьями прям еще какие-то дела сделать это просто за сутки но это страшно потому что если меня так поделать можно потом а это не получается как побег от своих мыслей что ли чтобы все время быть чем-то занятым ну отчасти да но это помогает все равно пережить а ты молодец самоката найдите да что я перестройка с киев вообще в киев просто афк был а в москве наоборот я прямо максимально каждый день что-то делаю вот и уже настолько привыкла что не могу без этого жить вот мне нравится это теперь твой привычный ритм до да 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 прикольно получается у каждого какой-то свой способ и метод а у тебя один кроме дима потому что он вообще не выпадает дина а я артуру столкнулась с выпаданием вот как раз в последнее время поэтому я как раз и задумалась об этой теме когда меня спина прямо реально выбило то есть я офигела я лежу и толком не могу даже встать и сначала думал ха-ха вот сейчас я полежу завтра пройдет но нет это под затянулось и я почувствовал что я становлюсь очень раздражительно меня все бесит я ничего толком не могу делать чувствуешь какую-то такую беспомощность непродуктивность ты упадаешь из своего привычного режима это очень сильно давит и когда это все более-менее закончилось я уже смогла делать дела я поняла что мне не очень хочется делать эти дела и плохо идет как это все валится из рук все занимает больше времени чем обычно и я говорила с близкими и они просто сказали а ты не спеши сделать все и сразу и запрыгнуть свой привычный ритм попробуй потихонечку маленькими шагами кайфу да то есть если ты пытаешься в это впрыгнуть вновь в эту упряжку все на себя взвалив то ничего не получается а если вот потихоньку помаленьку реально получается я так попробовала и уже сейчас чувствую себя гораздо лучше и более рыбно в воде скажем так мой совет когда возвращайтесь помаленьку посмотри в чат меня такое же длина бывает когда я пытаюсь все и сразу потом просто перегораю и забиваю хуй это очень грустно обидно даже очень потом понимаешь что ты не можешь на зайцами погонишься так сказать да ты можешь все но просто распределить нужно силы наверно записывайте а я кстати да все записываем у меня в календаре что-то что должно четко по времени быть в заметках просто какие-то общие дела это записываю то что я по это будусь это очень помогает вас было такое что вы спите просыпаетесь какая-то идея як ёбнет в голову голосовой записал текстом есть такое есть я помню пересказывала что пересказал а сон я тоже кстати такая хуйня получилось утром ужас просто есть прикольный снимать себе аффирмации кто-нибудь делал утром да у тебя на листочке написано например я там лучший стример я самый там забавный шутник образно говоря да я так не ну просто у каждого это свои да то есть то что вы хотите например да вот прописывайте такие положительные ну внушения назовем их так что ли и каждое утро там прочитывать да я просто помогает привел на самом деле это тебя это мост твой немножко программируют программируют настраивать то есть это не какой-то там знаешь под в этом нет каких-то чудес это просто именно настройка твоего мозга и отчасти я думаю что да она тебя направляет не то что на те ты ты говоришь я самый лучший стример и все это лучше стример нет но ты как бы программирует себя вот на эту историю просто это нормальная тема на самом деле довольно интересно сейчас ничего я раньше я сейчас знаешь какие книжки стал читать мне тут случайно в предложении тинькова выпал ну это просто это не реклама короче мне мне в этом в инвестициях выбило 65 книжек ричарда брэнсона мне очень нравится ричард брэнсон как предприниматель как чел вообще который там чего-то достиг да и продолжает это делать несмотря на то что ему не уже большой возраст вот и там 65 книг которые порекомендовал ричард брэнсон я сейчас стал по одной слушать вот я вчера маугли начал слушать хотя ее читал конечно уже но я почему бы еще не послушать точнее аудио формате мне в аудио удобнее потому что я читать не всегда да мне очень мне лучше чем мы чтение то что чтение я отвлекаюсь а на слух мне очень комфортно я не могу вообще на слух воспринимать вот тут у кого тут у каждого по-разному не наоборот книга ассоциации читать книгу держать в руке перелист еще может быть зависит от того что вам попадались хреновые переводы потому что есть очень хорошая озвучка с таким голосом знаешь прям приятным и ты слушаешь это прям погружаешься в книгу может быть от этого еще зависит есть очень ужасные переводчики когда точнее переводчики а те кто озвучивает там невозможно слушать книгу вообще не когда читаешь ты совершенно друг другому воспринимаешь разному мне нравится на слух воспринимать вот книжки мне нравится на слух то есть когда читаю я говорю у меня вообще у меня внимание просто в разные стороны уходит я читаю ну кого такое было вы читаете страницу и потом такие блин а чё я прочитал вообще чем да такой бывает задумался о своем чисто да 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 вот в аудио книгах у меня такого нет раз чаще здесь я ближе к арениной стороне у меня проще сосредоточиться на бумажные чем на аудио ну вот у каждого говорю каждого по-разному хотя допустим я я знаю что я визуал и у меня нет аудио там слуха да то есть я херово все слышу по музыке но вот в формате книжек мне почему-то легче книжки за мне легче слушать а я визуал кстати по восприятию именно аудио штука я бы посоветовала не просто книжки а не просто аудиокнижки а аудиоспектакли на пролям потому что так воспринимаешь гораздо проще если ощущение как будто ты возможно смотришь фильм без картинки гораздо проще представить проще запомнить у меня например так работает значит интересно может что можно и слушать и читать подкасты собрали мне под кого-то я не не нравится я арену как раз и перед премией тогда гламура послушала претендентов блин а я по психологии послушала несколько классная тема мне нравится замотивировала нет но это связано было с ну просто с понятиями какими-то вот там треугольник как а второго лица как карпмана как это называется по моему вот там еще чего-то не артур были я слышала как это я не кинули что ли ты далек смокнул сделать арен листы хуел что ли я тебя не кикал брат это у меня на самокате увез куда-то блин продолжать она я сказала что вот я послушала и прикольно как бы тебе объясняет что это такое что это понятие но и при этом дополняет какой-то личный опыт разъясняют приводит пример других людей прикольно прикольно можно подкасты классная тема мне тоже нравится а ты кого слушаешь больше знаешь мне не так чтобы там старых людей послужил жарахов нравился все его подкасты прослушал у него свежие ребята интересно как думают типа супер ну такие личности которые вот только фрешмены знаешь как они мыслят что думают очень много классных мыслей было я очень много чего спиздил оттуда ну как спиздил взял на заметку скажем так а ты слушаешь или смотришь на ютубе так как получится типа я сохраняю себе поездках бац класс пить пить все супер джарахова потом поперечного музы люди я все послушал конечно же дуть но в дудя они все не все есть типа кого мне интересно ну еще из нас дмитрий гордо но я ну там прям over star и ну прям over star и подкасты там с какими кгб там еще чем там где такой ему блять я раз включил и уснул под него и не стал слушать да прикольно так в целом и подкасты очень классная тема я советую всем кто хочет что-то узнать если у вас есть какие-то кумиры обязательно смотрите слушайте этом очень много классный стендап вот я вспомнил стендап еще слушаю на ютюбе и просто юмористически на нужно именно стендап такой грязненький конечно который на свече не послушаешь когда пойдем на стендап давайте давайте сходим и я посмотрю когда будет следующий день он будет выступать мне нет он такой на местный андеграунд но там такой там грязный стендап там прям жестко жестко жарят а вы слушали запустим стрим запреток я всегда знаешь я всегда включаю видосы этого чела в надежде что там не будет запреток я посмотрю на стриме и спустя минут пять-десять сразу же запретки а кого-то смотришь какая фамилия кривое зеркало не дали не дайте знаешь не знаешь не дали абу газель это чувак такой есть охуеть прикольный чел но у него у него этот в свободной форме стендап то есть у него есть какие-то заготовленные истории но чаще он просто залом общается то есть он дает микрофон и на фоне этого уже там шутки какие-то отшучивается но он подстебывает как у него формат степки то есть он прям стебет но красиво мне нравится очень не заходит а по поводу подкастов ребят послушайте на отдельных платформах подкастовых я взял у тебя я на аудио на айфоне вот это специальное приложение подкаст к айфоновски да 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 совершенно разные темы на все возможные темы любые вообще обо всем подкасты есть обо всем просто это такая довольно непопулярная ниша в целом они толком никак не продвигаются но при этом их уважают как бы не продвигают но уважают я кстати было касты тоже теперь заливаю на подкастовые сервисы так что чат если кто-то слушает именно потом аудио формате вы сможете найти его там ссылка ссылка под стримом короче вот это вот где дерево ссылок там будут все эти подкастовые сервисы во все возможные позаливала я не знаю кто-то там слушать находит мне кажется нет вообще наверно процент тех кто слушает подкасты крайне мало плюс они те кто слушает короче я надеюсь мы поделились с вами какими-то своими соображениями по поводу возвращения в колью да очень важна поддержка действуйте маленькими шагами не доводите до предела вовремя уезжайте на отдых как вот злой советует ну а димы совет у димы просто почти не бывает таких состояний у фига есть плюсы кто слушает подкасты например на подкастовых сервисах ничего себе не это классно вот мне прям прям супер пример это вот я была ну психолога прием и она мне прям четко сказал именно подкаст послушать не просто прочитай термин который я сейчас даю чтобы изучить для дальнейшего сеанса именно подкаст там я слушаю и она ну девочка объясняет на примере своем на примере друзей это очень классно советую вот куджи подкаст многие пишут и я хотела бы перейти к нашей заключительной теме она не очень простая арин а ты сейчас будешь убегать или а нет стоп ты не будешь убегать точно да все нормально короче то что я вам скидывала вы глянули ссылку в инсте да 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 я посмотрела я сейчас тогда чату открою покажу что там честно я я знаю что это за видео на я не смотрю что меня таких видео начинает прям 30 меня бомбит я не ознакомлен с данным видео материалом так что я щас лиц и зрею чат прям было значит несколько девочек девушек и записывали танцевальное видео в центре петербурга танцевали там в нарядах и к ним подошел мужик который стал объяснять какие они плохие проститутки как они могут значит этим заниматься сейчас я вам покажу но удивление мужик не сказал запреток без пробуя культурный день а он слушать мне нужно злогиниться он без логина меня не дает показать а реально и на ю тубе на это вы просто весь она там есть как бы найти гена подошел в спб где так гена подошел в спб не нашлось охуеть блять нихуясь еще подожди прибереги подожди подожди эмоции береги я уже просто погорела поэтому я не выдам эмоции но просто все 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 там просто так мужчина нахамил танцором о нашлось блин тут с анализом но наверное этот чувак вставит а вот все нашла блин 2 news есть просто этот фрагмент по нашла так я сейчас тогда поверх вас ребят выведу ничего чат внимание на экран но удивление он не сказал запреток секундочку шоу все вывела смотрите морозоты ебаные блять челки одели блять вы еще блять визу раскройте ебаный потешись нам ай ай чё ты улыбаешься блять пошли наху отсюда я сказал еще раз блять и ты корейник блять и ты сука с ебанью наху пока нас нервы хватает блять чё ты смеешься блять уйди наху отсюда блять я не уйду пока не брет полиция понял это он на заднем плане с голубями ходил о так это он людей голубями скамил получается уголок по ходу дернул технолог я слышно я не его есть это поведение конечно он бухой в сало блин его надо арестовать и пускай в обезьяннике посидит и еще и впечатать штраф или за что что за это смотрел жизнь научила и все больше не вы всегда таких ситуациях есть микро дружочек который помогает фиксировать такие проблемки какой микро дружочек он бы их уфигачил если бы она убежал бы человек чтобы было но не адекватные люди себя не ведут даже при бухом состоянии ты ноги не отдаете у многих крыш ну да да ну как в данном случае то есть чела сначала танцую с грибами потом на гречах конечно просто не адекват он но его нужно забирать в обезьянник и до его нужно забирать в обезьянник трезветь и и еще и мне не знаю не знаю что за это там по закону на будущее для других урокам было ему было уроком тоже этим заниматься диме кто не будет поверь мне не сказал заработать всего будут потому что вот такой приобретает если массово я если массово приобретела туда а обычно таким не заниматься просто говорят типа и ну извинитесь принесите свои извинения и все можно я же бывает 5 копеек я просто вот со злым вообще не согласна артур тут просто вот таких какой бы ты ни был крутой дерзкий какой бы там бокс тэквондо или еще что-то ты не знал просто игнор и скип лучше развернуться уйти потому что это больной человек неадекватно может размахнуться и уебать так сильно что ты просто встать и просто это ну типа тебе вот так скипнуть промолчать и уйти ничего не стоит а выкануть и показать какой ты крутой вот как девочка там его так отмахнула нельзя ни в коем случае все если она так сделала и малыш там просто пизданет в бошку сразу размахнулся ударю все минус череп ты падаешь ну и просто я же в этом плане то что конечно жизнь свою надо беречь и потому что и особенно из-за таких и осыпу блять которые могут размахнуться но случае если бы он начал блять действительно и бить мне кажется это хороший метод защиты которые я продемонстрировал по-другому а как не будешь защищаться будешь ему сдачи давать и людну максим убегать на просто не факт что этому челу будет например это же это может еще разозлить только больше вот дело что женщина там сказала нет только она может еще больше разозлить понимаешь да да извините там ну или что-нибудь такое ну и конечно это очень какое-то может унижение но блин это сохранит тебе жизнь понимаешь потому что ты не может не можешь отвечать за действия человека это же реально больной то есть научить ну окей не извините я просто хочу донести мысль что в такими людьми ну да с такими людьми лучше не вступать в контакт но это моё типа я не знаю он же их не тронул да типа не толкнул сильно на девушку а вы слышали что женщина скажем ударил никого там он когда она его да нет руку это уже не слышно нет к разбитка блин что не хотят отвечать что ли он ее пихнул первой рукой а вы слышали что там женщина сказала которая рядом с ним стояла она девушкам крикнула типа валите отсюда уходите она из-за дна ниже ниже вместе там из одной бригады голубями торгуем все это девушка эта женщина не исключено в чате написали мол да чё тут думать мужчин поступил плохо что тут обсуждать типа все понятно не на просто по факту он бухой в хлам типа и ну да тут просто игры ему надо вкатать по полной максимально что за это можно наказать как если это уж и вы показать это воспитать воспитательная работа никто не отменял в следующий раз не было такой херни максимально как на как наказать его можно за то что было если за это как наказать это и люди не чувствуют ну чувствует бессмертие такое знаешь все правее они все могут делать там кого хотят угонь выгонять так далее но когда ты имеют объясни что это не так они уже так делать дима ты считаешь что люди только при бухости так поступают сен люди по-разному поступают но в данном случае чел бы часть отчасти до большого фьяном состоянии мне кажется так поступают просто там в комментариях скидывали его профиль я зашла посмотреть было любопытно оказалось что он бывший спецназовец то есть он реально умеет давать сдачи и все такое ну да к ты знаешь как бывает им кукуху сносит от калкашки у гуга я поняла что ты про алкоголь и говоришь да алкоголь и самокаты но больше меня заинтересовало что под его последней фоткой там часть сидит порицает того что он поступил плохо так нельзя но там очень много людей которые его поддерживают которые говорят что так и надо правильно все сделано что же не мораль а что ну это что не скажет каждого человека мораль типа своя ситуацию стоит огромный мужик три четыре маленькие девочки и думаешь кто-то скажете по эй мужик ты не праву только на ему втащит это комментарии в инсте артур а ты об этом я я процент целую но это вопрос нашего менталитета и какого-то не знаю долетят ты между что что людей не менталитет нет я про то что поддерживает то есть то что у нас пока не понимают вот зумер и договоримся ой стоп как правильно бумер зумер и да понимаю понимаю бумер который думает что это что-то такое неправильное вот так вот танцевать в юбках не знаю менталитет где но и не забывай что есть еще байтеры уже не забывай такой момент и таких очень много чел который всегда будет писать противоположно общему мнению всегда таки будут вообще менталитет и патриархата что это еще может быть но неадекватности а по поводу вот артура говорил по поводу того кто там вокруг стоял он сначала никто не вмешивался ну только вот эта женщина на девушек кричала потом подошла другая женщина и начала кричать на этого мужика мол что он себе позволяет пускай ходит что за дела он начал на нее орать в ответ и потом только подошел какой-то парень и который ему сколько ну что-то там с кому пройдемте что-то не в плане что он и из органов оправдывал за угол и там о чем-то с ним поговорил вот было дело то есть сначала никто не заступался это центр питера а потом какой-то начал женщина потом парень подошли это какой-то пранк вот от рака макофо знаешь такое это реальность так делать и такое тоже может быть может может сейчас всегда нужно брать третий вариант сейчас может быть знаешь как бы он прав они правы и всегда есть третий вариант это выходит это пранк потому что это да нет это не пранк просто это вариант как вариант например можно хайпануть очень жестко но посмотри сейчас в сетях везде об этом говорится и об этом клипе например то есть но если вы на секундочку вот так вот взглянуть на ситуацию мы же не задумываемся об этом но это тоже может так бы то есть в таком мире живем конечно если вот лютый инфоповод лютый перед клипом как раз не там что-то снимали какой-то клип ну типа того и к сожалению очень тяжело понять где действительно что-то было где он где например также вот пожалуйста авария литвина до авария литвина на машине яндекс драйв в яндекс драйв врезался да кто-то до сих пор верят что это настоящая авария кто-то там знаешь что это постановочная тогда понимаете также вот и и здесь тоже кто-то может быть может быть это ну я тоже склоняюсь что скорее всего это все-таки настоящая история но что и мешает что этой истории мешает быть просто истории такого хайпа он создает просто себе почву инфоповода потому что ему ничего не стоит починить эту машину вторую машину не этому пролить и договориться об этом а люди обсуждать будут конечно но на мой взгляд вот эта вот история выглядит максимально правдоподобно потому что такие люди встречаются каждый день на каждом углу достают пристают повсюду с ними ничего не происходит никакой права нет и многие их поддерживают к сожалению а что делать чтобы это как-то менялось вот арина тыграшен это наш менталитет у нас так принято вот эти плохие принято считать что вот такие то вот люди плохие так одеваться нельзя например тут танцевать нельзя улыбаться нельзя и прочее а что с этим делать чтобы как-то изменить приятного аппетита артур я не побежала ничего я думаю с этим не сделать это время мне кажется просто делать то, что ты считаешь нужным. Просто сейчас жизнь идет быстрее, чем у людей в такого возраста, как, например, это Чел, да, я думаю, ему за 30, там, наверное, под 40, где-то там плюс минус. Да, да. Вот. И они, например, не успевают немного за тем, как сейчас все ускоряется. И, грубо говоря, год назад, там, два года назад, тиктоки на улице еще никто не снимал, там, или полтора года назад. А сейчас выйти там, снять тикток в халате, потанцевать. Ну, например, видели же, да, Чел танцует в халате, там, на улице? Нет. Галибейс, по-моему, у него тикток называется, он танцует там под одну и на один и тот же трек в халате. Вот. И о таких тиктокеров много, просто кто-то известный, а кто-то нет. И, конечно, для кого-то это очень странно. Вот я видел, у него там видос был, его в метро, к менты подошли его и забрали, что он, он, типа, в этом в халате, да, домашнем в халате начинает танцевать. Вот. И там челы просто могут не знать, что это, какой тикток, типа, ты в метро, в халате, что это такое, мы тебя забираем, там, до выяснения обстоятельств. А он там говорит, это тикток, это танцы, это танцы. Понимаете? То есть люди просто, ну, не все это понимают, не все готовы. Да, да. Это и поколение просто каждая воспитания. Колени, да, другое. Тем более, чел, если вы ДВшник, если он военный, у него старая закалка, а старая закалка, она такая довольно суровая была. Ну, просто, ну. А новое поколение, поколение другое, а новое поколение мыслит уже иначе? То есть они не стали так делать? Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, для них, это еще нет такого выти и потанцевать на улице. Даже даже, даже в бикини, не образно говоря. Новое поколение более лояльно ко всему, чтобы не происходило. Да, да, да. В целом. Это так, че, твои более лояльны? Да, новое поколение вообще классно. Это френдрифайр. Я пообщалась с девочкой, с девочкой, которые 15 или 14, а, 14. А, понятно. И 18. Я офигела просто. Это, это, я как будто, ну, грубо говоря, с такой тровесницей. Я общалась. Держи, я такая тупая, недоразвитая. Сейчас, 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 намного молодежь намного быстрее развивается. Вообще, да. Она такие вещи говорила, там, про учебу, про приоритеты, про, там, понятия какие-то, про личную жизнь. Сидела, что ли? Нифига себе, думаю. Ты такая... Я в 14 лет, он в ВОВ играла. Белопалка. Да, 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 да. В рейды ходила, там, в драконах было. Да, да, да. Чего не занималась особо. Блин, вспоминаю, что я делала в 14. Я воровал в 14. Чего-то воровал. Орехи, железо, черешни. Все, что лежало, криво, похуй. Мы зарабатывали. Капусту воровал у друга, кстати. Ну вот, понимаешь? А тут девочка реально осознанная. То есть, именно слово осознанность, мне кажется, идеальность. Так я тоже осознанно красиво все делал, чтобы не словили. В смысле, а то я что, тут уникал и вилал? Не знаю, может, вы и часто общаетесь с 14-летними детьми? Я вот не знаю. Я нет. Да не, понятно, ребята, что, типа, молодежь, там, образно говоря, они как бы очень широко, у них очень поверхностные знания по многим вопросам, но если куда-то вглубь идти, там, да, они не по всем вопросам будут разбираться. Но в целом все равно, если сравнить наше время, когда мне там было 14 лет, и сейчас 14-летнего человека, у него, ну, намного шире понимание чего-то там. В наше время нас интересовал футбол поиграть и деньги посидеть. Брат, я тебе скажу так, извини, что перебиваю, Дмитрий, но у них понятие шире, смотри, у них понятие это шире, но у нас-то побольше опыта будет в реалайфе общения с людьми. Нет, я про это и говорю, но я к тому, что, типа, они, понимаешь, в наше время, например, ну, в мое время, да, в наше, ваше-то было, наверное, а в мое время не было, у меня не было интернета. Я, у меня, чтобы вот зайти в интернет, мне нужно модем было подрубать, понимаете? То есть и сайты, ну, естественно, не то, что сейчас было, то есть ты там не зайдешь и не почитаешь, там какая-то ерунда была, хуйня полная. Вот, и у тебя, естественно, в поступающей информации в тебя ее было немного. Газеты, калейдоскопы, журналы какие-то, ну. Наклейки с голыми девочками. Да, там котлеты из внука, я помню, статью в калейдоскопе. Чего, бля? Ну, так называлось, такая котлеты из внука. Я думаю, что ты настоящий, чтобы ты хорошо себя вел. Причем она, я реально, потому что это настоящая история. Вот. Так в Петербурге вполне могло быть и настоящая история. Не, ну, не удивляюсь, что, да, ну, чтобы позвать друга, нужно прийти к нему домой и орать или стучать «Выходи, там, Йосипа». И как его там зовут? Йосип. Дима, почему в чате пишут, что ты в это время уже сидел? Я не сидел. Чего за хрень? Почему все думают, что Дима сидел? Он не сидел. Я не знаю, у меня постоянно теперь зэки попадаются и следаки. Я говорю, ты же знаешь, да, эту историю с таксистом? Ты видела, да? Да, очень прикольно вообще. Да, это было классно. И как, что он за человек? Да вроде нормальный, можно как-то, я хочу на скамшоу его позвать. За скамить следователя, Дима? Да, таксист. Отбить поездку, так сказать, отбить. Скамить следователя так себе, конечно, идея. Блин. Ребята, а в чате есть? Вот чат. Мы только что поговорили о том, что вы новое поколение, ну, в большинстве своем, в чате, я предполагаю, более осознанный, лучше все воспринимаете и т.д. А есть кто-то, кто поддерживает вот этого мужика, что правильно, так и нужно, не хрен тут так одеваться? Как? Хочешь, ну ты хочешь, ты сейчас будешь читать. Да, я поняла, да. Да. А как нужно было спросить, чтобы они искренне обидели? Никак, нет, ты не спросишь никогда. Лично, лично, только лично, если. Каждого отдельно взять? Вот, например, шкипера вот отдельно. Шкиперы же забанили по твоей просьбе. Мумбас. Помню, как тебя в процессе подвесили. Сейчас. Че? Только серьезно пишите, ну, ребят, это же серьезно. Да, у нас серьезная тут передача, блядь. Да, у нас были... Передача, как будто из 90-х передач. Телепередача. Нет, ну вы понимаете, что вообще понятие поддержки относительно можно быть с ним согласным, в плане, что, окей, да, девочки танцующие в юбках коротких и колготках сетчатых, это не ок. Но нельзя же адекватно поддерживать больного человека, который вот так вот кричит и орет на девочек и обижает. У меня нет в принципе права этого делать. Да, то есть, что имеется в виду под понятием поддерживать? Его нельзя поддерживать, именно его поведение, а точку зрения, в плане, там, мысль, которую он пытался донести, окей, это уже право... Да нет, все просто, они же такого не нарушили, не нарушили, поэтому какие вопросы к ним, типа... Да, именно так. Какие вопросы? Они не голые танцевали. Ну да, лично просто разок никого. Так он они не нарушили, все, вопросов нет. Да, то есть, чел больше нарушил, чем девочки. То есть, какие-то личные его предпочтения. Чувак с голубями краш. Чувак с голубями краш. Ребят, вы че? Ребята, правда, не пожелаю вам с ним встретиться. Я надеюсь, кстати, он не увидит наш подкаст. О, да, потом еще стрим снайпить Диму будет, потом посмотрим, пока ты поговоришь. Чистый ИРЛ, чистый ИРЛ совместный. Вот тебе эти глупые. Посмотрим, как строго бегает. На самокате уедет. Мне кажется, он может догнать. Нет, Дима шарит в законах, он же сидел. Не, я не шарил вообще абсолютно в законах. Я же говорю, поэтому я обычно так поверх на эту тему говорю. Вообще, на самом деле, нам одна надежда на Олю, потому что у него в этой области есть подкованность, если что, по-моему, обращаться. Оль, если что, ты засейвишь меня? Отма, в смысле, это засейвишь? Отмазы так не надо, говорит. Да-да-да. От 2-2-8. Я говорю, засейвить. Засейвить, да, в Кэске или где-нибудь еще, да. Да-да-да-да. Я понял. Надеюсь, так говорится, на других надеюсь, я сам не плашай. Я понял. Да, Артур, лучше не дружайся, да-да-да, мало ли чего. Короче, мужик поступил неправильно, ребят, не поступайте, пожалуйста, так. И если вы хотите потанцевать во всяких нарядах, то танцуйте. Вы имеете на это право, если что. Никто не имеет права запрещать этого делать. Ну, у меня есть история забавная очень. Ты танцевал? Короче, я вчера познакомился с девчонками, как раз касается вот этого танца. Они были в Дубае и вечером голые, без одежды, фотографировались на балконе. Ой, я помню эту историю. Так. Приехала милиция, я их забрал. На балконе? Ну, это законы Дубая. Это законы. вот эта тема про балкон меня всегда волнует. Почему? Ну, я всегда задаю вопрос, а можно ли заниматься сексом на балконе своей квартиры? Можно, но осторожно. Можно, конечно. В Дубае? Нет, здесь. В Дубае нет. Да у себя насколько, да вряд ли тебе что-то сделают. ну все, я теперь захотела секс на балконе. Ну, вряд ли что. Это прикольно. Это прикольно. Каще все мне хорошо. Но, у меня нет балкона и нет секса. Одни, мы не испытываем таких зверских желаний. Но мне на балконе вообще не интересно. Типа, у меня высокий этаж и я еще высоты боюсь и что я буду делать там. Мне тоже, еще боятся вдруг выпадет. Нахуй, ну надо вот этот же ход играть рулетку. Не хочу, я тоже. Диночка. Довольно? Да. Я, я пахи новости мне нужны. А мы сейчас как раз закругляемся так, что в порядке. С мыслями, мне нравится, что мы как-то вот этого мужика неприятного перебили все-таки сексом на балконе. Да, да, да. но не на застекленном, а на открытом, потому что застекленный это часть квартиры. Без поручней. Без поручней. Без поручней. И да, чисто вот такая площадка только, блядь. свесил ножки. Будьте осторожны, пожалуйста. Вот, так что с этими приятными мыслями. А либо повискнуть на балконе, чтобы с нижнего этажа тебе что-то делали приятные. Дима, ты рассматриваешь ширину балкона, там не дотянутся. Или дотянутся. Мысли. Это зависит от, так сказать, физически, от природных данных, Дина. Ого. Ну ладно, смысл. ты пока будешь держаться два раза, так сказать, стрельнешь, блядь. Или в спине стрельнет, я еще немножко с чатом посижу и буду собираться на концерт сегодня иду. Вот, хочу вам похвастаться на концерт Муджуса. Хороший тебе. Что за концерт? Муджусь. Муджусь. Балист такой был. Это электронный музыкант. В Баварии играл Муджусь. Нет, не слушай его. Муджусь. Теперь музыку. Злой просто зафикс. Я хочу просто пожелать хорошего вечера. О, всем спасибо. Спасибо за классную компанию. Мне сподобилось. Спасибо большое. Чат пока. Обнимаю. Чат пока. Пойду с балкона повешу. Все перепадет. Вдруг от сосуд, блядь. Пока, пока. Давайте пока-пока. Так, чатик, я к вам. Блин, хорошо, что мы балконом как-то отполировали эту мысль, а то мужичок. Кстати, дайте-ка я подрублю в спотифай. Да, чат, восклицательный знак, кто? Обязательно половьтесь на ребят, кто на сегодня был в гостях. Прям сейчас берете, тыкаете, там модераторы ссылочки все приготовили для вас. Половьтесь, приходите ко всем на стрим, если вдруг что-нибудь зафоловленное. Ну и на мой канал тоже обязательно прожимайте сердечко, бибикует. но, кстати, у меня нет балкона. Такое дело...